Ровно в 8 утра все избирательные участки Вольского района открылись для голосования. 10 сентября жители района выбирают губернатора области и региональных депутатов 6-го созыва. Первое посещение избирательных участков нашими корреспондентами показали, что голосование проходит активно. Участки хорошо подготовлены, присутствуют наблюдатели от партий, охрану обеспечивает полиция. В целом обстановка спокойная. Ознакомиться с ходом выборов решили гости из соседней Ульяновской области. Наблюдатели охотно поделились своими целями. Выясните, на самом деле выборы эти так важны для людей. Почему? Потому что в основном 33% народу ходит на выборы. В основном недовольные люди ворчат на кухне. А вот государство им предоставило по конституции возможность прийти и сделать свой выбор. Поэтому немножко люди разучились. Некоторые говорят, ой, давно уже все решили. Но я говорю, если вам, значит, в конституции предоставлено право, придите и скажите, да, я свой гражданский долг выполнила, я сходила и проголосовала, чтобы потом не ругать. А если после выборов начинают ругать, какие-то претензии предъявлять, я говорю, выходили на выборы, нет. А кого же вы ругаете? У вас нет ни своего президента, ни своего депутата. Вы отстали, вы выпали из политической жизни страны. Уже в первый час в ящиках для бюллетеней десятки листов, на которых изъявлена воля избирателей. Некоторые участки в нашем районе оснащены электронными устройствами для подсчета голосов избирателей. Устройство считывает отметки, проставленные в бюллетене, умеет определять правильность заполнения листов. Недалеко от входа в избирательные участки молодежь проводит опрос проголосовавших. Он проводится для независимого контроля хода выборов. Эта форма давно практикуется в мире. Вольск не исключение. Настрой у них вроде хороший, но некоторые видят то, что экзитпол, надо знать, кто голосует и сразу как-то меняется в лице. Некоторые хорошие люди, они сразу говорят, кто кто. Они прям подходят сразу, вот мы за таких вот голосовали и все. Такой же оперативный опрос проводят и представители Ассоциации независимых юристов из Саратова. Мы часть корпуса наблюдателей, вот, и, в общем-то, я надеюсь, что это будет способствовать повышению качества всего избирательного процесса. Замечательно. А удается поговорить с избирателями на выходе? Отвечают? Да, в основном все почти идут на контакте, очень доброжелательные и очень приятно в вашем городе оказаться. Единственными, кто не подключался к соцопросу на выходе, так это курсанты Вольского военного института. Они голосовали на нескольких участках, приходили целыми подразделениями. Но благодаря их организованному участию на 10 часов утра, например, избирательная комиссия из Технологического колледжа доложила о 36% проголосовавших. По результатам общения журналистов с вольчанами видно, что люди идут на выборы охотно и с хорошим настроением. Сегодня у нас праздничный ответственный день, это день выборов. Мы выбираем, можно сказать, среднюю власть, то есть не местную муниципальную, не высшую государственную, а региональную. Я надеюсь, что они продолжат то движение, которое они задали сейчас, особенно по нашему городу Вольску. У нас в хорошем состоянии дороги, транспорт ритмичный работает, стабильная зарплата. Может быть, они не так высокие, как нам хотелось, но они стабильные. Мы не всегда получаем. То есть у людей есть рабочие места, создаются рабочие места, открываются новые предприятия. Тоже может быть не так много, как бы хотелось, но тем не менее это поступательное движение вперед, это надежда на будущее для всех людей. И я думаю, что тех, значит, кандидатов, которые мы проголосовали, если они пройдут, то они продолжат это поступательное движение. И будем надеяться, что дальше будет только улучшение в нашей жизни. На одном из участков мы встретили главу района Виталия Матвеева. А с каким настроением пришли на избирательный участок и как, по-вашему мнению, идет голосование в районе? С прекрасным настроением, прекрасной погодой сегодня. Все для того, чтобы люди пришли, все условия созданы. В избирательные участки работают, очень приятно и очень символично, что все-таки мы сегодня выбираем на ближайшие пять лет нашу власть в регионе. Это депутаты областной думы и губернатора Саратовской области. По районе в целом сейчас проходит выборная кампания благополучно. Все, люди идут. Явка на 9 часов, на 10 часов составила пока 7,2%. Ну вот мы видим, сейчас на участке находимся, что люди подходят, люди идут, люди голосуют. Напомним, что все избирательные участки будут открыты до 8 часов вечера. Приходите и проголосуйте. Оксана Бедова, Александр Головачев, информационный центр «Вольская жизнь». Спасибо. Спасибо.